Библейский портал экзегет.ру представляет к тому, о чем мы говорили ранее. И тем более, что мы видим, что здесь появляется уже в 32 главе четвертый человек, Иуиль, и он пытается наставлять Иова. В общем-то, как мы видели в предыдущей главе, в его словах действительно есть какая-то доля правды. Но разговор он начинает с неким таким пафосом и надмением, что, в общем-то, и продолжается во всех его речах. И все друзья Иова, как мы видели до этого, они хотели убедить Иова в том, что предлагали ему, в общем-то, никаких серьезных отношений с Богом не иметь. То есть вера и религия друзей — это религия внешнего авторитета. Она для падшего человека очень удобна, потому что она не накладывает на него никакой личной ответственности. Вот такие правила. То есть, как бы, говорят друзья, по ним мы и живем, и тебе и предлагаем. То есть, такое вот автоматическое служение Богу не требует никакого дерзновения, никакой любви к Богу, никакой дружбы с Богом. Такое вот автоматическое благочестие. Мы сейчас можем действительно в наше время часто услышать такое выражение, что если ты какой-то грех совершил, то автоматически ты уже от Бога отпал. Вот то, что звучит в словах друзей Иова. Они предлагают ему такой образ, образ Бога. Но Иов его не принимает, поэтому он и говорит, я хочу судиться с Богом, я хочу, чтобы Бог ответил мне. Он не принимает такого автоматического образа, некой такой кармы, что шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте, попытка улететь. Поэтому свидетель Василий Великий по этому поводу пишет следующее, что принятие ложного образа есть не что иное, как идолопоклонство. Вот что он пишет. Цитата. «Ибо идол есть такие же и всякие напечатляемые в душе представления понимаемого ложного о Боге ли то, или о чем-нибудь познаваемом. И доколе не уразумеваются действия или явления истины, да то ли каждый чьи собственные свои кумиры. Почему и те, которые имеют в себе ложное понятие о Боге, идолотворя в себе какое-то мысленное, идолослужение, несуществующее, почитают существующим. И они делаются повинными клятве, как сказано к ней в Второзаконе 27.15, «Проклят, кто сделал изваяние или литых кумиров, мерзость перед Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте». Конец статы. То есть свидетель Василий Великий говорит, что иногда в нашем понимании мы сами себе изобретаем свое православие и сами начинаем верить в свое изобретение. Но на самом деле Бог не таков, какой Он представляется в церковном, в божественном откровении и в предании отцов-учителей церкви, чем мы часто пренебрегаем и к чему не хотим прикасаться. Потому что отцы церкви называются отцы духоносные. Но, к сожалению, сегодня в современном мире есть и наблюдается, скажем, какое-то такое пренебрежение святоотеческим наставлениям. Все это считается неким таким прошлым и не отвечающим якобы на запросы современности. Хочется сказать, что Господь всегда, вчера и сегодня и вовеки тот же. Дух Святой, он как был тысячи лет назад и как было во времена Иова, он один и тот же. Все дело в человеке. Насколько человек способен воспринять благодать Святого Духа для правильного понимания и восприятия божественного откровения. Поэтому Иов не хочет воспринимать то представление о Боге, в общем-то, такие торгово-рыночные представления, которым ему предлагают Сафар и другие два друга, или Фас. Он говорит, что это не тот Бог, в которого верю я. Мы видели в 19 главе, что Он так и восклицает, «Я знаю, Искупитель мой жив». И мы бы не имели права так рассуждать, потому что видим в некую правоту, в словах друзей, такую юридическую правоту, справедливость некую Божию. Но мы не видим любви ни в их речах, ни милости в их действиях. Поэтому мы бы могли бы рассуждать как-то по-другому, не зная то, что уже в конце, в самом конце книги Иова Бог скажет, что все, что говорили друзья, это ничего не стоит. А все, что делал Иов, и как он восклицал к Богу, его молитвы, это молитва праведника. Поэтому действительно, когда читаешь книгу Иова, то все эти мысли, так или иначе, они в свете Отцов Церкви для рассуждения и понимания приходят вот в такой вот вывод. Итак, 33 глава. Ильиуй старается, мы уже его слышали, он говорит, что «Смолчи, Иов, теперь я буду тебе говорить, закрой свои уста, я буду тебя наставлять». Он очень похож, как мы видели, что он такой молодой, самый молодой. Он говорит, все говорили старший, теперь скажу «я младший», да, я вот терпел, а теперь мое терпение кончилось, и теперь я выскажу все, что я воздумаю. В общем-то, его терпение было не смирением, а действительно высказыванием того, что он думает. Итак, слушай Иов, говорит он в 33 главе, с первого стиха, «Речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой, говорит, и гортани в гортани моей. Слова мои от искренности моего сердца и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне, и стань передо мною, вот я, пожелание твоему вместо Бога, я образован также из брения». То есть он говорит, ты хочешь знать волю Божию, ну вот я, твоя воля, воля Божия. Очень такое, да, серьезное заявление, что какой-то человек становится вместо Бога. В общем, мы знаем, кто хочет стать вместо Бога, антихрист, и действительно в его словах будет некая полуправда. «Поэтому страх предо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя». А псалмопевец Давид говорит совсем о другом. Страшно, говорит, попасть в руки человеческие, лучше мне попасть в руки Божьи, потому что Бог это не только справедливость, о которой здесь твердят, в общем-то, и все прежние три друга, и четвертый молодой человек, такой дипломированный, можно бы его назвать сегодня современным языком, дипломированный семинарист. Вчера вышел из семинария, он теперь на все вопросы у него, в общем-то, есть ответы. Это я помню, как в одну епархию приехал профессор, и ему задали какой-то вопрос, и он сказал, что, знаете, завтра у нас будет встреча, я посмотрю поподробнее, отвечу вам. И тогда человек, который задал вопрос, так даже возмутился и сказал, у нас тут диакон есть, он на втором курсе учится в семинарии, да, у него спрощишь, на что не спрощишь, на все вопросы, в общем-то, есть ответы. Тогда профессор сказал, ну, диакон может быть. То есть, действительно, выступает и собирается как бы дать на все вопросы ответы. Ты говорил, и уши мои, я слышал звук слов, чист я, без порока, то есть, он начинает цитировать Иова, чист я, без порока, не повинен я, и нет во мне неправды, а он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником. На самом деле, если внимательно читать, то и здесь Илуй, он передергивает немного слова Иова. Иов на самом деле не говорил, что он невиновен ни в чем. Он говорил, если ты нашел вину во мне какую-то, то покажи и скажи. Поэтому часто бывает, когда люди хотят найти в каком-нибудь человеке какую-либо неправду, то они вспоминают, о чем он говорил, и часто события, как не всеведущие, не всезнающие, скажем так, передергивают. Итак, мы читаем далее. Здесь далее Илуй говорит, что поставил ноги мои в колоду, как ты говорил, наблюдал за всеми путями моими, вот в этом ты не прав, говорит. Он Иову отвечает тебе, потому что Бог выше человека. Иов говорил о том, что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. На самом деле, Иов не состязался с Богом. Он состязался, снова-снова повторю, с представлением о Боге своих друзей. Поэтому он говорил, лучше мне, с Богом, прийти в какие-то рассуждения, нежели с вами. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Вот как мы прочитали, интересно, Григорий Великий двоислово говорит так, цитата, что еще следует усматривать во всем этом, как не то, что готовые возвыситься считают себя низкими, а собирающиеся упасть, упасть, мыслить себя находящимися на вершине. О том свидетельствует Исламон. Погибели предшествуют гордость и падению надменность. Погибели предшествуют гордость и падению надменность. Действительно, Иов не понимает, почему он попал в такое положение, он не понимает до конца, что происходит, если так рассуждают его друзья с точки зрения справедливости, но он верит и доверяет во всем Богу, поэтому он хочет с ним войти в рассуждение, нежели со своими друзьями. Но Иллиуи продолжает его наставлять и находить в нем какие-то ошибки, как и прочие друзья, и давать свои рекомендации. Как я уже сказал, в некоторых словах есть полуправда. Есть такая интересная история, которую я совсем недавно услышал, как понимается вся история с Иовом. Иногда церкви говорят, если что-то непонятно, то перекладывайте все на такие вот межличностные бытовые отношения и кое-что начинает проясняться, потому что мы, в общем-то, люди, кто может из нас сказать, что мы обрели это блаженство от чистоты сердца, ибо мы Бога узрим. Поэтому у всех у нас огрубелое в той или иной мере сердце и некоторые вещи тайны Божьи мы не способны воспринимать так, как они излагаются в божественном откровении. Такая история, то есть ситуация, в которую попал Иов. Говорит, представьте себе, идет отец с сыном, ну, мать, предположим, уже недавно они совсем ее похоронили, и вдруг горит дом. И отец бросается в этот дом, видит, что там младенец, но он понимает, что на руках с младенцем он оттуда не выберется, потому что начинаются развалы, падают балки. И тогда сыну он говорит, становись возле окна. Сын становится возле окна, отец вбегает туда, хватает ребенка, бросает ребенка из окна, кто-то должен поймать, сын ловит, отец выбегает, но в этот момент, когда сын ловит и старается отойти от дома, поворачивается спиной, то балка ударяет его в позвоночник, и у него, в общем-то, ребенок жив, да, он падает, но у него отказывают обе почки. Он ложится в больницу, день лежит в больнице, два, три, все там приходят рядом с ним койки, тоже лежат люди больные, приходят родственники, отца его нет, целую неделю. Приходит отец, сын отворачивается, он обижен, отец где-то был, какие оправдания, ну, понимаешь, такова жизнь, а ты где-то там пока в больнице, ты занимался какими-то своими делами, он не хочет разговаривать со своим отцом, ну, отец садится на край кровати, начинает ему напоминать вообще о жизни, как они жили раньше, он говорит ему, когда ты родился, я взял тебя на руки, я был так рад, это было рано утром, я искал телефон, чтобы вызвать скорую, потом, когда ты родился, я нес тебя на вытянутых руках домой, помнишь, как мы были с тобой на рыбалке, когда ты там зацепился крючком, мы стали вытаскивать крючок из-под коряги, его оба упали в воду, потом грелись у костра, пили чай, сын вспоминает все это, поворачивается к отцу, да, он еще пока не знает, где был отец, но он уже его прощает, кладет свою голову к нему на колени, прощает своего отца, а отец на самом деле в течение этой недели обратился в столичную клинику для того, чтобы у него отняли почку и поставили сына, чтобы он мог жить, потому что необходимо это сделать. Точно так же и Бог иногда нас ставит в такие ситуации, как подобно, как Иову, иногда кажется, что он нас бросил и оставил, но мы не знаем всего, иногда мы обижаемся, не понимаем, недопонимаем, поэтому иногда стоит доверить свою жизнь в руки Божьей, понять о том, что Бог это не просто справедливость, что это не просто «Ты мне, я тебе». Иногда у нас Бог это как какая-то вещь, мы так «Господи, мы это сделали, но теперь изволь расплатись за то, что мы тебе утренним правилом помолились, мы в храм сходили и идем в своем самодовольстве, осуждая всех других, а вот эти не ходят, а мы вот идем обратно, вышагивая, так стройно и важно. «Господи, давай, мы готовы, пришли, ждем, где то, что ты обещал». Вот такое представление, такое представление у друзей, такое представление у Илюя, Илюя, ничего нового Ио на самом деле не открывает, только упрекает никакой жалости, никакого снисхождения, никакой любви. Иов не хочет воспринимать такого Бога, в которого верит он. Заметим, что в словах Иова он ничего не требовал богатства, «отдай мне, Господи, где она, за что ты мне лишил богатства, Господи, за что ты лишил меня здоровья, ни одного упрека». Что Иов только просит? Он просит суда Божий. Он говорит, «Господи, я не хочу, чтобы меня судили вот эти люди, мои друзья. Лучше мне, говорит, попасть в руки Божьи, чем в руки человеческие». В общем, прочитать можно всю 33 главу по стихам, но суть ее действительно такова. Лучше попасть в руки Божьи, чем в руки человеческие, даже этого дипломированного выпускника, который знает все законы, причины и следствия. Но он похож на самом деле на того фарисея, который вошел в храм и говорил о том, что, Господи, спасибо, как и они прочие люди. Или он похож даже на того богатого юноша, который, юноша, помните, который говорил, «Я все исполнил». Да. А Господь говорит, «Одного тебе не достает. Если любишь меня, раздай все и следуй за мной». Если любишь. И, как апостол Павел говорит такие слова, «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Вот Иов не надеялся только в этой жизни Христа. Потому что на Христа он говорил, «Я знаю, Искупитель мой жив». Поэтому Иов во всей этой ситуации прав. Потому что он любит Бога. А друзья его только рассуждают о Боге. Поэтому да не будет этого с нами со всеми. Будем учиться любить Бога, а не только о Нем рассуждать. Спасибо, Христос. Субтитры Субтитры Продолжение следует...